Сумма индексов равна Эйлеровой характеристике. Доказать, что получится именно Эйлеровая характеристика, в высшей степени просто. Это даже легче, чем объяснить, что для разных этих многополейных методов и многополейных методов. Давайте я с этого и начну. Представьте себе, что у вас какая-то поверхность. Склеилась у себя. Вообще, что такое в этой формуле Эйлера ВР? Это у вас на поверхности есть какой-то граф, который делит ее на треугольники, четырех углов, какие-то такие. Из этих москутков у нас все склеено. Замечательно. Так вот, я сейчас просто объясню, почему В, почему минусы, а почему В. Ребята, если вы берете один из этих москутков, вот какой-нибудь, какой многоугольник, то вполне можно там ввести точку и назовем ее столицей. В каждом многоугольнике столица, у каждого ребра вполне можно взять середину. Мне не так важно середина или середина, важно, что это некоторая точка на ребре. А вот дальше я могу задать естественным образом, я уж не знаю, как там дальше грань пойдет, как там ребра пойдут, но я могу естественным, абсолютно образом задать векторное поле, которое будет обращаться, будет иметь ненулевые индексы только вот в этих точках, а именно в вершинах, в серединах ребер и в столице. Давайте подумаем, каким образом это естественно сделано. Ну, господа, давайте представим себе, что предположим, что мусор возникает в столице, и из нее идет вообще стопка. А в вершинах стоят канализационные люки, куда все это уходит. Тогда как будет выглядеть наше верхненое поле? Здесь вот расходится. Согласны? Это, кстати, индекс какой? 1. Замечательно. В вершине что? В вершине все сходится. Это индекс какой? Минус 1. Ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну, чувак. Когда сходится, что радиус вектор, что минус радиус вектор. Я объяснял, не разница какой. Тоже 1, в каждой вершине, кстати. А вот теперь смотрите, что происходит в этой точке. В эту точку из столицы идет, и, кстати, в другой столице тоже идет, и при этом в этой точке должно что происходить? Должно расходиться в эти отношения. Как называется такая точка? Это те самые первые. Понимаете ли? Разумеетно? То самое все будет. И значит, в каждой середине, в каждой середине, какой будет индекс? Минус 1. Минус 1. Вот и все. В каждой середине индекс равен минус 1. В каждой вершине и в центре каждой грани индекс не делится. Ну, разумеется, надо было бы сейчас написать правильную формулу, и так далее, и так далее. Но это все уже вещи абсолютно технические. Идея абсолютно естественная. И это на любой поверхности. Потому что такая картинка, она на всех граних, и согласованно все это получается. Такое вот векторное поле на всей поверхности. Заметьте, у него никаких хитрых особых точек, на самом деле, нет. Это векторное поле имеет только точки индекса 1 и минус 1. Если вы немножко подумаете, то поймете, что можно взять любую особую точку и продеформировать так, чтобы она совпала с другой, с третьей. То есть на самом деле можно придумать векторное поле, у которого будет одна единственная особая точка. И индекс этой особой точки это будет в точности эйлеровая характеристика поверхности. В частности, если эйлеровая характеристика поверхности будет 0, то тогда мы должны сделать, чтобы у этой точки индекс был бы 0. А знаете, что это означает? бывают поверхности, на которых есть векторные поля вообще без особых точек. Можете догадаться, что это за поверхность эйлеровых вестки 0? Нет, мне нужно, чтобы она была замкнутая. Чтобы она была галичная поверхность. Тор. Тор. У нас есть окружность, да? И другая окружность. Каким образом я могу на Торе задать векторное поле, которое нигде не будет холодным? Да очень пусто. Я просто скажу, что в каждой точке пожалуйста вращайся. В этом могут крутись, в этом направлении и все. Совершенно никаких проблем. На Торе есть ненулевые, во всех точках ненулевые касательно векторных поля. Но это только потому, что эйлеровая характеристика Тора это может быть. Если вы берете любую поверхность, по которой эйлеровая характеристика не может, то ее причесать будет невозможно. Продолжение следует...